С давлением на кандидатов именно на мультипальных выборах мы столкнулись еще пять лет назад. В 2015 году мы уже прошли через это, поэтому у нас опыт уже есть наработанный. То, что творилось на этих выборах, в общем-то, предыдущие выступающие уже достаточно хорошо и красочно описали. А я хочу сказать о том, что было первопричиной всего этого. На самом деле, как говорил Казьма Прудков, взрыв корень. 10 июня на заседании Народного хурала секретарь Единой России в Калмыкии, а по совместительству председатель Народного хурала Анатолий Казачко, под шумок, под конец заседания, когда внимание депутата уже притупилось, провел, узаконил изменение в республиканский закон о муниципальных выборах. В результате сократилось время, в общем-то, подачи документов, время на выдвижение где-то на 10 дней. И это он сделал в условиях пандемии при поддержке фракции Единая Россия. Я считаю, что это достаточно циничное решение ужесточать условия для выдвижения регистрации кандидатов в условиях пандемии. Я думаю, это было сделано и по указанию главы республики Бату Сергеевича Хасикова, так как это все связано с муниципальными выборами этого года. Считаю, что Анатолий Васильевич Казачко, проработав два года в Урале, я для себя сделала следующий вывод. Он для меня олицетворение застоя в республике. Застоя именно в законодательной сфере. Многие говорят, а что там зависит от закона в республике Калмыкия? В условиях самоизоляции было время у меня внимательно прочитать законы основные из республики Калмыкия и сравнить их с соответствующими законами других национальных республик, таких как республика Татарстан, республика Якутия. И я увидела, что именно в законодательной сфере мы отстали на порядок от этих республик. На самом деле, хорошие законы являются драйвером роста экономики региона. Но мы в связи с тем, что уже который созыв народных Уралов у нас кто возглавляет? Анатолий Казачко, секретарь Единой России. Ничего не было сделано. У нас застой в законодательной сфере. Все, чем он занимается, это узаканивает то, что спускает правительство республики Калмыкия и администрация. Глушит инициативу депутатов, не пропускает законопроекты, которые вносят депутаты. Вместо того, чтобы наоборот их стимулировать, мотивировать, чтобы депутаты разрабатывали интересные законы в интересах республики, идет просто стопор какой-то ставит. Не дает развиваться инициативе депутатов. Только что выступали депутаты Хурала, говорили о том, что он затыкает рот буквально, выключает микрофон, не дает выступать и постоянно заявляет интересную фразу, что Хурал это не площадка для дискуссии. Интересно, а для чего? Именно в результате дискуссии можно принять адекватные законы. То, что творится на муниципальных выборах в этом году, я бы назвала одним словом беспредел. У нас отказали в регистрации в трех районах. Это Сарпинский, Малдербетовский и Октябрьский. В Сарпинском районе через решение избиркома была восстановлена регистрация нашего партийного списка. В Малдербетовском райсуд принял решение о регистрации, но Верховный суд, вот только что об этом говорили, отказал в регистрации. Хочу сказать, что давление на конкретных депутатов началось еще зимой. Например, в Сарпинском районе на председателя местного отделения нашей партии «Справедливая Россия» Евгения Николаевича Пономарева пытались, в общем-то, завести уголовное дело по поводу того, что якобы он за рулем был в нетрезвом состоянии. Через суд мы доказали, что представители полиции были неправы. То есть уже тогда, тогдашний глава района Николай Очиров пытался отсечь его от выборов, потому что человек осужденный, не имеет права быть кандидатом. И, соответственно, давление оказывалось и во время выборов, и сейчас идет. У нас, по-моему, двое кандидатов снялись, написали заявление, что они выходят из партийного списка. Но, несмотря на все это, партия «Справедливая Россия» продолжает работать, участвует в выборах. И я считаю, что вот я хочу сегодня обратиться даже не к Декалову. К Декалову я обращалась на первой сессии Городного хурала этого созыва и предлагала ему уйти в отставку. Он не внял, в общем-то, по желанию. Я думаю, он уйдет скоро в отставку. Я хочу обратиться к избирателям сельских районов нашей республики. Не голосовать за партию «Единая Россия». Сегодня это основа и оплот нынешней нерадивой, неумелой, неэффективной власти. Если вы хотите процветания калмыкии, не голосуйте за партию. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендыфт Н.Б. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.